Де-факто на телеканале Беларусь 4 криминальные события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Правосудие неизбежно в России осужден второй участник разбойного нападения на гомельчанина, у которого два года назад угнали мотоциклы. Кто должен обеспечить безопасность на улицах ночного города? Выводы, сделанные после трагического ДТП в Гомеле и профилактическая работа. Общественная безопасность, краеугольный камень в вопросах предупреждения преступности. В рейде с патрульными побывала Вероника Гомзюкова. Какова обстановка в области и как защитить себя от краш и хулиганств на улице? Советы от замначальника Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Сергея Концевенко. Начнем, как обычно, с обзора происшествий в Гомельской области за неделю. Пешеход пострадал в минувшие выходные в Мозыре около 9 вечера. 26-летний водитель, управляя автомобилем Audi A6, двигался по бульвару Малинина и совершил наезд на 43-летнего пешехода. Тот пересекал проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода и не был обозначен фликером. Снова Мозырь, но уже столкновение двух автомобилей. Один из водителей был госпитализирован. 29-летний владелец автомобиля Dodge осуществлял разворот из крайней правой полосы. Он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней левой полосе. В результате аварии водитель Dodge попал в больницу. В Гомеле горел автомобиль по улице Оранжерейной. В результате пожара уничтожена легковая иномарка Kia 1993 года выпуска. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. В Курской области осужден второй участник разбойного нападения на гомельчанина, который два года назад разместил объявление о продаже мотоцикла и стал жертвой налета грабителей. Нападение случилось в августе 2017-го. 22-летний житель Романовича разместил объявление о продаже мотоцикла Suzuki за 4900 долларов. Словно на свет, на рекламу практически сразу прилетели залетные мотыльки из Курска. Двое мужчин приехали в Гомеле при осмотре мотоцикла, напали на хозяина. Один из них достал резиновый молоток для укладки тротуарной плитки и несколько раз ударил продавца по голове. От нанесенных травм мужчина потерял сознание и упал, а грабители завладели сразу двумя мотоциклами – Suzuki, который хозяин продавал, и Yamaha, стоявшим в гараже. Одного из налетчиков правоохранители задержали еще в Беларуси, возле границы с Россией. Эффективно сработал план «Перехват». Другому фигуранту нападения удалось уйти, однако впоследствии мужчина был тоже задержан. Первого осудили у нас в стране еще в 2018-м и приговорили к 16 годам лишения свободы. Второго наказание настигло в начале этой недели. Ранее судимого россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы как соучастника разбойного нападения на гомельчанина. Дорожная безопасность – одна из главных тем уходящей недели на Гомельчине, обсуждаемая как в обществе, так и в коридорах власти. Поводом послужили как минимум два события. Это проводимая ГАИ 7 по 17 октября, республиканская профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» и произошедшая в этот же период, а именно 12 октября, ДТП в самом центре Гомеля, где вылетевший на тротуар автомобиль сбил троих пешеходов. О причинах и условиях, способствующих совершению ДТП с участием пешеходов и профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками госавтоинспекции, в следующем сюжете. Генеральским эффектом и никак иначе можно назвать трагедию, произошедшую в минувшие выходные в Гомеле. В то время как усилия сотрудников госавтоинспекции были направлены на минимизацию дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в областном центре только в одной аварии пострадали сразу четыре человека, три из которых были пешими участниками дорожного движения. Три женщины на улице Советской попали под колеса легкового БМВ 740, который вылетел на тротуар на огромной скорости. Сбив пешеходов возле летней террасы одного из ресторанов, автомобиль врезался в металлическую опору уличного освещения. Прочную иномарку смяло, как консервную банку. Водитель погиб. Под колесами оказались завуч средней школы номер 21 и две ее подруги, педагоги из этой же школы и гимназии номер 51. Завуч погибла на месте. Две другие женщины попали в больницу. По счастливой случайности карета скорой помощи в это же время ехала на другой вызов. Медики моментально отреагировали на происшествие и провели перераспределение. Существует такой поступок нам 12-го числа, 20-30 в состоянии травматического снука с множественными скалетными травмами. На данный момент ей оказаны все необходимые оперативные пособия. Пациентка в сознании станет расцеленной как тяжелая стабильная на данный момент. Второй пострадавшей повезло больше. Ее автомобиль задел по касательной, оставив только гематому на ноге. Женщину в тот же день отпустили домой. Что касается водителя, то 21-летний гомельчанин не раз попадал в поле зрения госавтоинспекции. БМВ 7 серии был оформлен на его мать. За три неполных года водительского стажа молодой парень 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В том числе и за превышение скорости. Полихачить он любил. Даже снимал соответствующие ролики и выкладывал в социальные сети. На этом видео он мчится на огромной скорости по той же советской, только с другой стороны, напрочь игнорируя красный сигнал светофора. Вероятнее всего, коктейль из жажды адреналина и скорости в сочетании с опасной манерой езды по ночному городу и привели к этой трагедии. Водитель автомобиля погиб в результате тупой сочетанной травмы тела. В процессе судебно-медицинской экспертизы трупа были изъяты биологические среды для соответствующих исследований. Выводы о наличии алкоголя и других веществ можно дать после окончания соответствующих исследований. Что именно послужило причиной и условиями совершенного ДТП, мы сможем узнать только по окончании следствия. Специалисты Следственного комитета изучают все обстоятельства трагедии. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Устанавливаются свидетели ящевицы произошедшего. Не так давно наша съемочная группа проводила эксперимент по реакции граждан на пьяного водителя, сидящего с пивом за рулем возле одного из супермаркетов Гомеля. Потенциального дорожного убийцу за 20 с лишним минут эксперимента так никто и не заметил. Видимо, и для прохожих, и для автомобилистов это была обыденная ситуация, не вызывающая особого беспокойства. Возможно, так было и в случае с водителем БМВ. Видео в соцсетях 21-летний юноша разместил не за день до происшествия. Оно висело там давно, и люди из близкого окружения парня прекрасно знали о его опасных увлечениях. Но никто об этом в ГАИ не сообщил. Пил пиво просто тут, конечно, по наружку не на самом деле. Шатался как мог, ставил, как положено, банки наверх, на капот, на крышу с пивом. Музыка тут шатался, разливал пиво возле машины, насвинячил, как положено, как подобает любому в пьяном состоянии насвинячить. Вот, в общем-то, наверное, видела меня, ну, может, человек 40 так суммарно. Реакции ноль. Все переживали, что только нормально доедет, наверное, но так сообщить кому-то не решились. В петиции общественность настаивает на установке металлических ограждений и круглосуточных камер фотофиксации в скорости на участке от площади Ленина до площади Восстания. Ведь, как показывает многолетняя практика, камеры заставляют большинство водителей соблюдать скоростной режим, что значительно уменьшает риск возникновения ДТП с травмированием как водителей, так и пешеходов. С начала текущего года на территории Гомельской области произошло 103 дорожно-транспортных происшествия с участием пеших участников дорожного движения, которых 17 человек погибли и 90 получили различные травмы. Виноватыми во всех подобных ДТП обычно считают тех, кто в момент аварии был за рулем. Однако по вине тех же пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами, произошло 12 происшествий. 7 человек невидимок погибли и 5 получили травмы. Среди них были и дети. Сотрудники ГАИ часто посещают нашу школу. Можно сказать, они ее постоянные гости. Детям нравятся такие мероприятия, потому что они помогают на практике понять, что, где, как, конкретно, где переходить дорогу, что к чему. Плюс мы еще всегда имеем дополнительные бонусы в виде фликеров. Всегда эти мероприятия актуальны и интересны. Наличие на одежде фликера снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6-8 раз. Статистику таких ДТП можно было бы значительно уменьшить. Но для этого и водители, и пешеходы должны строго соблюдать правила дорожного движения. Ежедневно спокойствие порядка 120 тысяч граждан железнодорожного района Гомеля обеспечивает по 2-3 автоэкипажа патрульных и пешие наряды милиции. За безопасностью на дорогах следят инспекторы ГАИ. Насколько спокойно на улицах областного центра и на дорогах Гомельского района в один из пятничных вечеров узнала наша корреспондент Вероника Гомзюкова. Начинается рейд с проверки пеших отрядов патрульно-постовой службы. Милиционеры докладывают о нарушениях на их участке, а проверяющий выслушивает доклад и дает указания рекомендации по выявленным недостаткам в работе. Параллельно в деревне Лопати на Гомельского района проходит рейд ГАИ. Начинается он в 18 часов. Первый, кого останавливает инспектор – велосипедист, который едет прямо в проезжей части. С мужчиной проводят разъяснительную беседу. На вопрос, почему он движется без фликера, уверенно отвечает. Еще светло, а в темное время суток я не езжу. Белолюбителю напоминают, что такая обеспечность может закончиться трагедией. Следующее в поле зрения инспекторов – подростки, парень и девушка. У нее фликер потертый и старенький, однако есть, а вот у парня отсутствует. Инспекторы проводят беседу с детьми и вручают фликеры. Через 40 минут с начала рейда становится совсем темно, и пешеходы уже не заметны на дороге. Прямо навстречу сотрудникам ГАИ идет девушка, фликер держит в руке. На вопрос, почему так, отвечает, что здесь машина ездит нечасто, и необходимости в светоотражающих элементах нет. Через несколько минут мимо проходят 4 школьницы, все без фликеров. Инспекторы исправили эту ситуацию. Будем каждый день носить, но 100% будем ответственными. Вы знаете, на чего нужны фликеры? Чтобы быть во время ночи, ну, когда в темное время суток видимыми. Следующие, кого останавливают – велосипедист. Его с трудом увидели в темноте даже инспекторы. По правилам, в темное время суток велосипедист должен передвигаться в световозвращающей жилетке, а свое транспортное средство обозначить катафотами. С мужчиной проводят беседу и дарят ему жилетку. Теперь его будет видно издалека. Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование световозвращающих элементов при движении в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, пешеходы, либо велосипедисты будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, либо наложения штрафа от одной до трех базовых величин. Если еще вдобавок к этому пешеход находится в нетрезвом состоянии, то штраф составит от трех до пяти базовых величин. Тем временем продолжается патрулирование улиц Гомеля. В 19.10 патрульные замечают первого нарушителя. Мужчина идет по улице, шатаясь. Правоохранители останавливают его и задают ряд вопросов. После этой стандартной процедуры гражданина забирают для проверки в отделение. Уже на месте все его вещи переписывают, а мужчину опрашивают. Пока проходит опрос, патрульные приводят еще одного нарушителя. Мужчина ведет себя вызывающе, предлагает всем подраться. После фиксации личных вещей и составления протокола обоих садят в служебную машину и везут в отрезвитель. В спецприемнике врачи проверяют двух нарушителей на наличие алкоголя, а также осматривают. После этого их оформляют и сообщают родным о местонахождении близких. Теперь мужчинам предстоит провести ближайшую ночь здесь. Мы отправляемся на патрулирование улиц дальше. Прибываем в другой опорный пункт. Здесь уже есть несколько задержанных. Сейчас с ними работают участковые и оперативники. Отсюда едем на вызов. Мужчина ломится к соседям в дверь. Милиция выезжает на место, однако нарушитель ушел. Патрульные обходят дом и сталкиваются с мужчиной, на которого поступила жалоба. Его везут в опорный пункт. При установлении личности оказывается, что мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере. Теперь его должны забрать в специальное учреждение. Второго человека отправляют в отрезвитель. Здесь и заканчивается наш рейд. За пятницу каких-либо серьезных проезжей в железнодорожном районе зарегистрировано не было. За сутки задержали 15 человек. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, Евгений Макенко. Специально для программы «Де Факто». Обеспечение общественной безопасности – приоритетная задача для органов внутренних дел. В Беларуси милиция ежедневно следит за правопорядком на улицах. Однако возможности сотрудников не безграничны. Достаточно ли сегодня защищены жители городов и как не стать жертвами уличных преступников? Об этом прямо сейчас поговорим заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Сергеем Концевенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Владимирович, вот сегодня какие виды преступлений из темы общественной безопасности больше всего беспокоят сотрудников органов внутренних дел? Александр, органы внутренних дел обязаны реагировать на все нарушения законности в рамках компетенции своей. Вместе с тем следует отметить, что в рамках данной программы, рассматривая состояние преступности в общественных местах, следует отметить рост числа преступлений, таких как хулиганств и краж в общественных местах. Сергей Владимирович, а с чем связан этот рост в сфере общественной безопасности? Здесь, скорее всего, доверие милиции возросло, и граждане чаще обращаются к нам за помощью. Что сегодня делается милиция для обеспечения безопасности на улицах наших городов? В целях стабилизации оперативной обстановки органы внутренних дел на территории области проводятся профилактические отработки. В настоящее время их проведено более 400, скажу сразу, что более 400 профилактических отработок, в том числе около 18 комплексных профилактических мероприятий. Скажите, их эффективность налицо? Эффективность их налицо, потому что, помимо того, что они играют долговременно, идет долговременное от этого позитивное улучшение, в то же время в период их проведения, это проводится в течение 3-5 дней, эти мероприятия, значит, резко снижается преступность в месте проведения и, соответственно, улучшается криминогенная обстановка. Такие рядовые мероприятия проводятся повсеместно на территории Гомельской области, если не ошибаюсь, в каждом районе и удаленном уголке нашего региона. У нас регулярно систематически анализируется оперативная обстановка и в случае ее малейшего ухудшения мы сразу реагируем именно таким способом. Это один из способов. Я сейчас назвал только один из способов. Вместе с тем, у нас многочисленнее, есть как минимум еще 3-4-5 основных тех моментов, которые влияют на снижение или, скажем, на улучшение криминогенной ситуации именно в части уровня преступности в общественных местах. Это и взаимодействие с органами местной власти, это и публикация в средствах массовой информации. Вы понимаете, что, например, как я уже обозначал, что значит повреждение имущества, да, ранее гражданин, гражданин, он не знает, что рисуя букву на капоте автомобиля своего соседа, автомобиль расположен на дворе дома, да, он совершает хулиганство. Он думает, что это всего лишь шалость какая-то там, либо он ему просто как-то повредит. Вместе с тем, это есть поводы, основания для возбуждения уголовного дела по статье хулиганство. К этой теме мы еще вернемся, а сейчас предлагаю посмотреть этот запрос. Мы поинтересовались у гамильчан, кто и что должен обеспечить безопасность на улицах нашего города. Внимание на экран. В общественных местах кто и что должен обеспечить правопорядок? Может быть, людям, может быть, какие-то органы правоохранительные, кем мысли вас имеются? Я думаю, что 50 на 50. Но если люди сами не будут вести порядок вокруг себя, ну уже, наверное, никто не справится с этим. Было бы неплохо, если бы у нас у всех сознаний было заложено это. Но если сознания недостаточно, то тогда органы и какие-то собственными силами, то есть, ну, какие-то наемные организации. В каждом парке, мне кажется, должен быть закреплен какой-то работник. Тот же самый дворник может присматриваться, делать замечания, вызывать там, не знаю, полицию, милицию. Все начинается с культуры, наверное, все начинается со школы. Если родители научат детей правильно себя вести в общественном месте, уважать хотя бы тех, кто рядом, не просто о себе заботиться, а о тех, кто рядом, то, естественно, вот так вот из поколения в поколение эта культура и будет. Все идет от наших граждан. Они сами должны поддерживать порядок, смотреть, а если нужно, то и сообщать в орган. То, что милиция ходит, патрулирует, это все от нее зависит. Мне кажется, начинается должно все с милиции, а поддерживаться уже владельцами тех же самых общественных мест. Если мы говорим про рестораны, кафе, а в парках, не знаю, это уже все на совести людей. Алкоголь как бы меньше употребляют на улицах, там, в общественных местах. Сверху все начинается. Как ведут себя органы правопорядка, так, я думаю, и люди ведут себя. То есть они показывают пример. В общественных местах должны быть контролеры. Я вот курят на остановке, я делаю замечание. Говорю, дети, что вы курите? Я говорю, отойдите, извините, отходите. Второе, говорю, тебе не нравится, иди туда. Все это курить, вот так, что я ему сделаю? Все на сознании людей. Почему? Потому что если общество, как говорят, законопослушное и старается не нарушать, так оно и будет хорошо. Ну, среди хорошего есть же часть населения, которое, наоборот, может на зло делать. Вот даже живут на Пушкина, вот будут идти, а там мусорные эти вот штуки, может ногами их швырят туда-сюда. Ну, зачем ты их трогаешь? Они тебе мешают. Вот такие ответы наших горожан. Если вам что-нибудь добавить, прокомментировать, менее люди. Ну, здесь комментарий один. Девушка первая сказала, которая была первая по сюжету, 50 на 50. И вот этот мужчина, который сначала говорит, что должна быть милиция, а потом опять-таки возвращается, что все-таки многое зависит и от уровня самосознания. Но в любом случае тут обоюдная ситуация, да, невозможно обеспечить правопорядок без самих же граждан, без их участия. Они тоже должны соблюдать ноты закона. Совершенно верно, Александр. Здесь соблюдение – это само собой. Но еще раз повторю, что не все знают эти нормы, закона. Значит, как я уже говорил, что повреждение автомобиля, царапание, разбитие стекла в этом автомобиле, прокол колес – это уже далеко не шалость. И это уже хулиганство. Может быть, когда-то рассматривались по-другому эти уголовные дела, а сейчас это… Совершенно верно. Сейчас это уголовное дело. Что касается краж, то же самое. Если находишь рюкзак чей-то с мобильным телефоном, с ноутбуком, кошельком, это не бог послал, как говорят. Как нужно поступить? У многих начинается, понимаете, момент выбора. Вот нашел кошелек, открыл, ага, купюры, немаленького достоинства. Однозначно. Человек думает, что с ним делать? Вот себе оставить или повернуть? Надо принять меры к поиску владельца. Ну, если есть желание. Чем может вылиться ситуация, когда человек оставляет этот кошелек у себя? Это 205-я статья Уголовного кодекса. Это кража. Отнесите это в органы внутренних дел, ближайшие. Наверное, то же самое и с банковскими картами, когда человек пытается уже снять деньги со счета и так далее, либо платить какие-то товары. Здесь идет, да, здесь уже идет 212-я статья, но она тоже самое криминальное действие. Я имею в виду то, что хотелось бы обозначить, все-таки гражданам обозначить, что найденная вещь – это не ваша вещь. И найдя эту вещь, если вам самим трудно отыскать владельца, либо отсутствуют индикационные признаки этой вещи, обратитесь в органы внутренних дел. Это поможет вам избежать последствий и проблем. Хорошо, но кражи часто совершаются в отношении лиц напрямую, в отношении людей, в тех же троллейбусах, общественных местах. Как себя вести людям, чтобы не стать жертвами вот таких неприятных обстоятельств? Что касается кражи, естественно, что касается кражи, здесь многое зависит от своевременности обращения в милицию. Потому что чем дольше доходит до сотрудников милиции информация, тем меньше шансов, тем шансы эти уменьшаются. То есть по горячим следам всегда проще задержать ворота? Гораздо проще раскрыть преступление по горячим следам. На какие вещи должен обратить внимание человек, чтобы как-то милиция была легче идентифицировать нарушителя? Ну, если разобраться, говорить, допустим, в части хулиганств, да, то если это связано хулиганство с действиями насильственного характера, то есть хулиган напал на вас, то, естественно, сразу вот для того, чтобы избежать, для начала этого, обходите эти места, видите подвыпившие, видите там группа какая-то непонятных людей, лучше их обойти и не идти туда мимо них напролом. Ежели все-таки он напал, если он все-таки напал на вас, то здесь молчать не надо. Громкий крик обратит на себя внимание остальных прохожих, и это может отпугнуть этого преступника. Следует запомнить, если уже все-таки все произошло, там вас ударили, там что-то совершили, иные действия хулиганского характера, обратите внимание, в какую сторону пошел этот подозреваемое лицо, хулиган этот. И еще раз повторяю своевременное обращение в милицию. Сергей Владимирович, очень часто люди совершают правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, то есть злоупотребив спиртным, идут на подвиги. Какова доля этих правонарушений в общем сегменте преступлений Гомельской области? Александр, касаясь тематики рассматриваемых преступлений, это хулиганство, кража, скажу, что даже по хулиганствам, по раскрытым хулиганствам, там где установлен подозреваемое лицо, 56,4% из них совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, то есть больше половины органов. То есть люди для храбрости. Для храбрости. И скажу больше, что все это происходит в вечернее ночное время. Естественно, во взаимодействии с местными органами власти, это вот действенный очень способ сокращения, учитывая то, что данные преступления совершаются в вечернее ночное время, это сокращение времени торговли спиртными напитками. И я отмечу, что мы нашли взаимопонимание с Гомельским областным комитетом. В настоящее время мы уже прекратили ночную торговлю около пяти точек в области. Остальные сейчас находятся на стадии рассмотрения, как и в облсполкоме, так и в местных райисполкомах. Работа в этом направлении ведется. Сергей Владимирович, я надеюсь, у вас все получится. Я благодарю вас за конструктивный разговор. Ну а телезрителям напоминаю, что в студии программы «Де-факто» мы обсуждали вопросы, которые касаются общественной безопасности. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и видео, снятых людьми на свои мобильные телефоны и видеорегистраторами со всего мира. В Бразилии пятеро грабителей решили по-тихому обчистить дом богатого домовладельца. Но ушли ни с чем. В угнанной машине они нашли пульт от гаражных ворот и наведались к хозяину дома на его же машине. Тот все увидел благодаря камере видеонаблюдения и успел подготовиться к встрече с неприятелями. Достал пистолет, встал у лестницы и при первом же появлении домушников на ступенях открыл прицельный огонь. Не попал, но заставил преступников обратиться в бегство. В общем, результат нападения таков. Угнанный автомобиль вернулся в гараж владельца, ограбление провалилось, а сами грабители едва унесли ноги. А это дерзкий налет грабителей в Москве. Подъехав на трех машинах, они заблокировали дорогу водителю Мерседеса, а потом его ограбили. Работали быстро. Несколько выстрелов из пистолета, разбитое стекло автомобиля и удары по лицу для дезориентации. В общем, в этом случае итог нападения оказался успешным. Из багажника злоумышленники достали несколько пакетов, в которых находилось 6 миллионов рублей. Полиции был объявлен план перехват. На дороге надо держать дистанцию. Это видео хороший тому пример. Водитель автобуса зазевался и врезался в грузовик. Замкнул тройку транспортных средств в этом ДТП скутерист, который влетел в заднюю часть пассажирского буса. У виновника аварии самые серьезные травмы. Понадобилась госпитализация. В Калифорнии на горном перевале Хопланда в обрыв рухнул грузовик. Водитель автомобиля решился продолжить путь по извилистой дороге и совершил роковую ошибку. Длина транспорта оказалась слишком большой. Прицеп наклонился и сорвался с обрыва, потащив за собой тягач. К удивлению, водитель не пострадал. Видео из Санкт-Петербурга. Водитель седана не смог проскочить между двумя автомобилями и перевернулся на бок. Машина использовала другую, как трамплин. Взлетела в воздух и рухнула на асфальт левой стороной. По инерции ее протащило еще несколько метров. Повреждения обошлись в копеечку, но водитель не пострадал. Автомобиль смертника попал в распоряжение российской полиции из Сирии. На таких террористы планируют взрывы. Вокруг водительского кресла – железная броня, которая снаружи закрывается дверью на засов. А в багажнике – взрывчатка. Как правило, путешествует такое авто только в один конец. Водрузил на плечи холодильник, словно походный рюкзак. Это видео взорвало весь азиатский интернет. Пожилой мужчина примотал к себе рефрижератор и доставил его домой на своей спине. Вот что значит закалка и выдержка старой гвардии. На берегу Красного моря люди руками выловили акулу и вытащили ее на сушу. До этого хищник незаметно подкрался к отдыхающим, которые купались в воде, и напал на нескольких человек. Это тот случай, когда количество имеет решающее значение. На помощь бросились все, кто находился на пляже. Ухватив морского хищника за хвост, люди голыми руками вытащили акулу на берег. Та оборонялась даже на суше и хорошенько отхлестала одного из мужчин хвостом. В общем, зрелище не самое гуманное, но люди в этой ситуации спасли своих. На сегодня все. Увидимся в это же время через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова